Ленина 70, Капитанский дом, объект культурного наследия. Снаружи здесь стараются наводить красоту. Здание даже войдет в пилотную программу по созданию дизайн-кода Мурманска. Но внутри будто общественный туалет. Проблема с канализацией тянется годами. И журналисты ТВ-21, в том числе и я, уже, кажется, протоптали сюда дорожку. Если у человека нет зубов, он не делает себе подтяжку лица, он сначала ставит зубы, понимаете? А у нас все через одно место. Но это стыдно. Татьяна Котенко – одна из активисток в доме. Женщина рассказала, что снова проблемы с канализацией начались 2 мая. Нечистоты вылились в подъезд, дышать невозможно, проходить мимо неприятно. Такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда собиралась комиссия, чтобы разобраться в проблеме. Акт составили. Значит, подключился капремонт. Денисов непосредственно здесь был. Все ему рассказали, сказали, он все проверил. Ну, то есть, по входным группам и это все безобразие посмотрел. И на этом тишина. Значит, это то, что вот сами бочку нанимали, откачали, сделали. Все сами. Так и приходится решать проблемы жителям дома. Среди них и дочь героя Великой Отечественной войны Константина Буркова. Надежда Константиновна рассказывает, что не такого будущего хотела для дома, где жил ее отец. Мне очень жалко этот дом. Раньше, даже во время войны, после войны, когда вот мы были, он как-то за ним очень хорошо следили, делали. Постоянно ремонты раз в три года бесплатно. По обращению жителей, госжилинспекция объяснила, что тогда, полгода назад, потопы происходили из-за неисправного состояния выпуска системы канализации. То есть, участка трубы от подъезда до колодца. По информации, ГЖИ трубу на тот момент не заменили, хотя в 2019 году в доме проводили капитальный ремонт инженерных систем. Незамененным выпуском не подтвердилось. Выпуски были заменены, и они действительно заменены. Но замечания, которые дополнительно выявились по магазину «Североморцу», что там не были заменены лежаки, мы эти замечания все зафиксировали и понудили подрядчику устранить замечания в рамках карантинного периода. В декабре данные замечания подрядчик устранил. Однако жильцы дома в качестве капитального ремонта сомневаются и считают, что в этом и кроется основная причина затора. Когда его делали, я каждый обед сюда прибегала с работы и смотрела, что здесь происходит. И наблюдала. Получается, кусочек трубы поменяли, а остальное все старье оставили. Я говорю, в смысле, это капремонт? А дальше, говорю, между подъездами, почему эти куски труб не меняются? Раньше на эту часть дома работали четыре колодца. Два из них, по словам жителей, уже давно засыпали. Это тоже может способствовать заторам. Если раньше была нагрузка на каждый подъезд, там свой, грубо говоря, колодец, то сейчас идет нагрузка со всех подъездов в один подъезд. И помимо этого, когда общая ливневка затапливается, естественно, у нас в подъезде открыт ревизионный люк. И все, если там не уходит в общую систему стока, все выходит нам в подъезд. В управляющей компании нам назвали другую причину засоров. В нашей организации были проведены мероприятия по чистке выпуска. Когда слесаря делали свою работу, они повытаскивали с канализационного лежака тряпки, вискозные салфетки, там еще что-то, я точно не помню. Ну, вот это стало, в принципе, и причиной засора. Истина наверняка кроется где-то посередине. И проблема комплексная. Такой же и нужен к ней подход. Сейчас воду в доме откачали, а оставшийся осадок управляющая компания обещает убрать в ближайшие дни.